Сегодня нам повезло. Полевчане, мнение которых мы спрашивали, в большинстве своем люди не пьющие, поэтому они довольны новым законом об ограничении продажи пива. Многим из них представляется картина, ставшая повсеместной. Мать, которая в одной руке держит банку с пивом, другой рукой держит маленького ребенка. И это, говорят люди, пора искоренять. Это очень даже хорошо. А то посмотришь, идет с коляской, тут же бутылка, тут же сигареты. Это ужас какой-то. Это вообще немыслимо. Конечно, это хорошо, когда заплетят такое. Спасибо. Я только за. Вы знаете, давно уж пора это сделать, на самом деле. И как бы оно до сих пор, в принципе, есть. Допустим, вот в Бурге это, по-моему, уже практикуется, я не знаю. И нам, по-моему, пора давно уже это. Неприятно, честно, когда особенно молодежь. С бутылкой пива или с банкой не есть красиво. Полевчане одобряют, что запрет распространяется на торговлю пивом в местах массового скопления граждан, в местах нахождения источников повышенной опасности. Я считаю, что правильно сделают. Вот я даже, да. Ну а чего, вот я вот. Есть места, отведенные. Пожалуйста. Давно пора было это сделать, я считаю. Потому что даже визуально смотришь на людей, которые идут с бутылками пива и прям коребят изнутри. Правильное решение. Очень положительное. Потому что у меня дети не пьют. Со мной редко бывает. Но вообще пиво во всех местах, до бутылки же мусор же. Нельзя это все. Я очень даже положительно отношусь. Скоро всем продавцам, желающим поживиться за счет продажи пивом в ночное время, предстоит запомнить, что с 1 июля запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 23 до 8 часов по местному времени. За исключением магазинов общепита. Пиво-то я любитель, но в принципе это правильно. Все-таки кругом дети ходят. Я в принципе согласен с этим. Обнагрела молодежь? Ну да, вообще абсолютно. Я согласен с этим. Должны запретить. Я считаю, что это хорошо. Пусть дома лучше, чтобы это не видели дети. А так сейчас, потому что с раннего возраста начинают дети уже пить. С 12 лет уже смотришь, с бутылкой пива идут. Как бы я за этот закон. А некоторые опрашиваемые сегодня полевчанки шутили. Ну, теперь меньше в Полевском будет мужчин с жуткими пивными животами. И, возможно, подростков, которые до 1 июля не прочь были пройтись по городскому парку с бутылкой пива в руках. Ольга Фролова, Александр Полищук. Новости нашего города. Ольга Фролова, Александр Полищук. Новости нашего города.